Если вы используете свою квартиру для сдачи под офис, парикмахерскую или хостел, например, приготовьтесь заплатить штраф 50 тысяч гривен. В парламенте зарегистрировали законопроект, в котором предлагают ужесточить штрафы за нецелевое использование жилплощади. Ведь сейчас такой нелегальный бизнес в городах повсеместно, и наказание за него это всего полсотни гривен. Таким образом, получается, что тысячи людей стали заложниками неудобного соседства. Как это, жить с хостелом за стенкой, на собственном опыте испытал наш коллега Олег Решетняк. Подозрительные кипочки ходят, и вот недавно обворовали две квартиры, это да. Си, моча, и все на свете прямо здесь, все здесь. Вместо знакомых соседей каждый день новые гости. А к этому грязь, ночной шум и бесконечный фестиваль. Модное ныне слово «хостел» для многих гаража назначает кошмар. Ведь незаконная ночлежка может появиться и у вас за стеной. Новый хостел, позвонил, пришел, заселился. По сути, хостел – это общедоступное жилье с сомнительными удобствами. В народе просто общага. Но самое главное – вас там всегда ждут, вам там всегда рады. Объявления на столбах по старинке для приезжих работяг. Гораздо больше предложений в интернете. Что предлагают и почем, и главное – в каких условиях живут постояльцы хостелов. Мы решили пройтись по стопам туристов. Выбираем мини-отель в центре Киева. Звоним. Да, скажите, там шумно, не шумно, мне просто выспаться надо. Получится выспаться. Номера многоместные, 8 местные, поэтому, ну, зависит от соседей, естественно. Койко-место всего 80 гривен. Обещают удобство и тишину. Нам подходит, едем смотреть. По указанному адресу – обычный жилой дом, а хостел – обычная квартира. У самого порога чье-то нижнее белье. На кухне – горы грязной посуды. На стенах и потолке – плесень. Среди постояльцев есть иностранцы. Ниццент только прилетел из Иерусалима. Если и мы поселимся в эту комнату, станем его седьмым и восьмым соседом. И как у вас утих обычно? По-разному бывает. По-разному? Ну, это же хостел, это же общежитие. На вопрос администратору, а есть ли соответствующие документы, на хостел, девушка уклончиво отвечает. Главное, что полиция в курсе. У нас есть четыре участковые, которые к нам приходят регулярно. Также регулярно в полицию жалуются соседи. Но без толку. По закону хостел может располагаться в жилом доме. Но работать должен по строгим правилам. Иметь все разрешения. Кроме того, сам отель должен располагаться только на первом этаже. И иметь отдельный вход. Например, предпочено, что комната должна быть не меньше восьми квадратных метров. При этом на одну особу мае преподавать не меньше пяти квадратных метров. Но не для всех закон писан. Только в Киеве работают сотни нелегальных хостелов. А вот официально, со всеми документами и разрешениями, от силы десять. Вообще запрещено в жилом доме проведение любой предпринимательской деятельности. И то только на первом и втором этаже, который надо переводить нежилой фонд. Соответственно, можно сказать, что все хостелы, которые находятся в жилых домах и выше второго этажа, они переведены. Они являются незаконными. Полиция и чиновники периодически устраивают рейды. Но меньше нелегальных хостелов не становится. Жители этого дома уже который год пытаются достучаться до властей. Обращались даже к первым лицам государства. Но ночлежка по-прежнему живет своей буйной жизнью. Они выпивают, там постоянно какие-то распивоны на подоконниках. Мы ходим здесь с детьми. И какой-то пример подрастающему маленькому поколению. Мы очень хотим, чтобы его закрыли. Потому что там люди разные, туберкулезные все. У нас детей полный дверь. Потом крадишки в квартирах очень часто. Ну какой запах. Заходим в хостел, как себе домой. Дверь открыта. Соблюдайте чистоту и порядок в комнатах. Штраф 100 гривен. Судя по всему, этот хостел продолжает свою работу. Через несколько секунд к нам выходит уборщица. Зачем? Я молодой человек. Нельзя поселиться? А зачем ему нет? Еще мгновение. Появляется и администратор. Спрашиваем, на каких основаниях здесь открыли хостел. Сейчас на собственность. Я сейчас стою на частности. Частные квартиры переоборудованы в гостинице. Но при этом не выведены из жилищного фонда. А еще офисы, парикмахерские магазины. Александра живет в центре Львова. Не так давно в ее доме на первом этаже открыли несколько кафе и баров. Теперь коммунальные расходы заведений делятся на всех жителей дома. Но это еще полбеды. Как вот эти бары открылись, и ни воды в хате, ни напора не мая. Ни вытяжки не працуют вообще. И пробивали, и все. И пички даже не работают. Сейчас за незаконный бизнес в жилом доме положен штраф. 50 гривен. В Раде предложили наказание ужесточить до 50 тысяч. Но остановит ли это нелегальную коммерцию? Можно написать в законе, что это нельзя, это нельзя, это нельзя. А если не будет ответственности за это нельзя, то ничего сделать не возможно. Подвищаются штрафы, но нет механизмов их использования. А пока нет системы контроля, любой закон не более чем фикция. И тысячи украинских семей будут и дальше терпеть неудобное соседство. Олег Решетняк, Ирина Дьяченко, Галина Якушко, Сергей Ведмить, Юрий Голубинка и Богдан Стыцюк. Подробности недели телеканал Интер.